МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминал комментарии. В студии Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Дурман из Заполяря. В Сыктывдинском суде выслушали приговор наркокурьеры, которые привезли в коме 5 килограммов гашиша. Кому предназначалась эта посылка из Мурманска? Охота на охотников. В трех южных районах в результате рейда Росгвардии нарушители потеряли свои ружья. За что они были так сурово наказаны? Кража века. Подростки взломали аптеку и угнали две машины. Сколько Фемида отмерила за такой криминал? 28 лет колонии на троих получили по приговору Сыктывдинского суда три уроженца Коми. Им вменяли незаконный оборот наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. По версии следствия, в октябре 2019 года Ирика Ахметов, Александр Дмитриевских и Валерий Волков завезли из Мурманска почти 5 килограммов гашиша. На федеральной трассе Вятка при подъезде к Сыктывкару их задержали сотрудники УФСБ по Коми. Где они взяли так называемый пластилин и куда везли, расскажет Эдуард Бушуев. Раннее утро 23 декабря 2019 года. Возле автозаправки на трассе Чебоксара-Сыктывкар спецназ УФСБ сдерживает троих молодых людей, которые ехали на машине в Ухту. При досмотре авто в багажнике в ниже под запасным колесом оперативники обнаружили замотанные в тряпку брикеты с коричневым веществом, электронные весы и пакетики для распасовки. В результате досмотра транспортного средства обнаружено в багажнике, в сумке. Ну, конечно, не на открытом месте. Там и обнаружено было вещество. В данном случае гашиш. Фигуранты по первому действию, конечно, начали отпираться, что это не их. В том числе стали говорить, что они друг с другом не знакомы и являются случайными попутчиками. Но, тем не менее, оперативной информации хватило для привлечения их в качестве группы. 26-летний житель Ленинградской области, уроженец Усинска Ирик Ахметов, признался, что в 10 брикетах по 5 плиток в каждом лежит гашиш весом почти в 5 килограммов. Эту партию он, по заданию оператора интернет-магазина, забрал в тайнике на окраине Мурманска. Чтобы добраться до Ухты, диспетчер наркомагазина предоставил курьеру две машины и деньги на командировочные расходы. В качестве охраны его сопровождал Александр Дмитриевских. Петрозаводский к ним подсел его приятель, Валерий Волков, с которым они раньше вместе сидели в колонии. По версии следствия, в задачу последнего входила закладка партии Дурмана по приезду в город. Во время движения для конспирации наркотики были спрятаны внутрь запасного колеса. Но в Вологодской области произошло небольшое ЧП. На территории Вологодской области автомобиль данных людей, перевозящих наркотические средства, поломался, не сумев его отремонтировать надлежащим образом. Им пришлось арендовать транспортное средство. Он посмотрел на Авито, увидел, что кто-то сдаёт в аренду. Единственное, там было вроде как разрешение на выезд за пределы. То есть они планировали перевезти в город Тухтум наркотики. И вот один из этих молодых людей планировал вернуться туда, в Вологодскую область, соответственно, вернуть данный автомобиль. Гашиш пришлось доставать из тайника и перекладывать в арендованную машину. К слову, часть конопляной пыльцы Ахметов и Дмитриевских выкурили по дороге. Экспертиза нашла в их организмах следы Дурмана. Валерий Волков зелье не употреблял и вообще заявил, что он обычный попутчик и ничего не знает о наркотрафике. Этой же позиции в суде стал придерживаться и Александр Дмитриевских. От признательных показаний на следствии отказался, заявив, что давал их ночью под наркотическим воздействием. Соктовдинский суд нашел позицию гособвинения более убедительной и приговорил наркокурьеров к лишению свободы. Ахметова к восьми годам колонии строгого режима его подельникам дали по 10 лет. Решение Фемиды еще не вступило в законную силу. Законную силу вступил приговор в отношении Валерия Сливина, который в декабре 2019-го ограбил цветочный магазин в Усинске. Он зашел у него в канун Нового года в маске и капюшоне. Взглянув на потенциального покупателя, в глазах продавца появились страх и тревога. После того, как грабитель ушел, взяв из кассы 25 тысяч рублей, девушка еще долго не могла прийти в себя, но через некоторое время взяла в себя в руки, успокоилась и сообщила о случившемся в полицию. С похищенными денежными средствами мужчина скрылся, однако в связи с тем, что в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, его удалось достаточно быстро поймать и привлечь к ответственности. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления насильственного характера. В марте 2018 года он освободился из мест лишения свободы условно-досрочно. Учитывая непогашенную судимость, суд приговорил Валерия Сливина к семи годам строгого режима. Приговор вступил в законную силу. С открытием сезона охоты в майские праздники сотрудники Росгвардии совместно с Коми-Республиканским обществом охотников и рыболовов патрулировали в Сыктывдинском, Прилузском и Кайгородском районах. Основная задача рейда выявление браконьеров. Сколько в сети инспекторов попалось недобросовестных любителей активного отдыха, знает Михаил Олипченков. Подобных рейдах найти нарушителя можно только методом исключения. Инспекторы встретили двух мужчин в лодке. Решили проверить, все ли у них в порядке. Приплыв к избушке мужчины показали нужные документы. Впрочем, избежать административного наказания им не удалось. Во время движения в лодке ружья охотников были расчехлены и заряжены, а это запрещено. Самым распространенным нарушением у владельцев оружия в период проведения охоты является нарушение правил транспортирования оружия. А именно транспортирование оружия не в чехлах, не в защипленном виде. В соответствии с действующим законодательством оружие транспортируется в чехлах, кобурах, специальных футлярах. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в размере административного штрафа от 1000 до 1500 рублей с изъятием оружия или без такового. После оформления протокола инспекторы отправились дальше. И через некоторое время наткнулись на такое же нарушение. Лодка. Никого нет. Хозяина нет. Лодки-патроны. Галактосольному оружию. Ну и рыба. Хозяина нет. Будем искать. Неподалеку от лодки правоохранители обнаружили расчехленное ружье, которое при этом еще и не имело регистрации. Хозяин вскоре нашелся и ответил за нелегалку. Впрочем, в период весенней охоты есть и другие виды распространенных нарушений. Так как весной запрещена охота с подхода, разрешена охота только с укрытий. Еще один вид. Не имея при себе разрешающих документов на охоту. То есть отсутствие путевки, разрешения для охоты в данных охотничьих угодьях. И третье – это сроки охоты. За время рейда правоохранители проверили 30 человек. За нарушение правил обращения с оружием трех охотников привлекли к административной ответственности. Росгвардейцы изъяли у них три ствола и 22 патрона. Протоколы по нарушениям правил охоты сотрудники республиканского общества отправили для дальнейшего разбирательства в Минприроды Коми. Как признаются инспекторы, сравнивая с прошлыми годами, к сожалению, положительной тенденции пока не наблюдается. 11 мая в полицию Сыктывкара обратилась Елена Литвин с необычной жалобой. Девушка известна как автор-исполнитель собственных песен. Нередко певица получает свой адрес сообщения с критикой или восхищением. Как оказалось, порой слова благодарности могут обернуться перепиской, напоминающей сюжет фильма ужасов. Подробности неприятной истории расскажет Александра Головина. В общем, произошла страшная история со мной. Просто какая-то как, блин, из фильма ужасов. Человек мне написал «Вау, ты клево поешь, ты такая интересная, так нестандартно мыслишь». Елена Литвин частенько выкладывает свое творчество в различных соцсетях. Для саморазвития активно ведет общение с теми, кому не безразлична ее деятельность. В начале мая ей написал молодой человек в сообщениях. Парень восхищался ее талантом. Елену подкупили слова признательности и схожесть взглядов. Впрочем, через некоторое время в безобидной переписке появились грязные намеки. В конце концов, на отказ изменить мужу певица получила ответ, который привел ее в страх и ужас. Он мне присылает фотографию берега реки. Я так по фотографии понимаю, что это, наверное, затон. следующее после этой фотографии сообщение меня ставит в ступор. Что-то типа там бы выбросил. Я пишу, что? Что выбросил? Он пишет, твое тело. На вопрос «Ты маньяк?» собеседник ответил «Да». Девушку переполнял страх за себя, свою семью и детей. Жутким сообщением Елена поделилась с мужем. Первым делом он написал сообщение излишне настойчивому поклоннику, его супруге. Вот эта вот угроза я воспринял как личную угрозу, как угрозу моему близкому человеку, а в нашей стае своих никогда не бросают. Единственный верный вариант был написать этому гражданину для того, чтобы он просто-напросто ответил за свои слова, сказал «Извини, все нормально, мы бы тогда не подавали никакого заявления в полицию, в принципе, сегодня не встречались и все, все нормально». Как он отреагировал? Ну, отреагировал крайне негативно, говорит о том, что он ничего такого подобного не совершал. В результате выяснения отношений парень все же признался, но сказал, что просто пошутил. При этом извиняться перед напуганной женщиной к слову матери двоих детей отказывался и угрожал Данилу расправой. В момент, когда наша съемочная группа общалась с мужем Елены, ему неожиданно позвонил автор жутких сообщений. «У тебя, я же говорю, был вариант взять, извиниться и все ровно. Ну, вот видишь, ты не будешь извиняться, но я считаю, что ты виноват, общество считает. Вот там и будем разбираться уже». «Я даже буду извинять, я буду извиняться и органам, как ты вот хочешь. А как ты, общественно? Конечно, порицание, как ты хотел. Братан, да, 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 еще как. Ты берешь, говоришь. «Я буду извиняться перед твоей женой». «Ну, так ты должен был вчера это сделать». Похоже, видимо, испугавшись негативных последствий, горе-воздыхатель по телефону все же попросил прощения у Елены Литвин и ее мужа. Супруги извинения приняли. Несмотря на это, интернет-кавалеру все же придется пообщаться с участковым и пояснить мотивы своего поведения. Взломал аптеку, угнал две машины и сел за это на скамью подсудимых. 21-летний житель поселка Жешерт Антон Галышев и его 17-летний приятель выслушали приговор Усть-Вымской Фемиды. Еще один фигурант Роман Арсентьев только предстал перед судом, поскольку до этого находился в розыске. Чем развлекает себя долгими летними вечерами поселковая молодежь, расскажет Евгения Кладкевич. В ночь на 15 июля прошлого года в Усть-Вымску полицию позвонили из Жешерта и сообщили, что в центре поселка взломана аптека. Разбиты двери и витрины, из кассы похищены деньги. Порядка 5000 рублей, два медицинских халата и кое-что из товара. Сотрудники полиции первым делом стали проверять на причастность к взлому местную молодежь. Под подозрение попали несколько юношей девушек, в том числе ранее судимый Роман Арсентьев и Антон Галышев. По их словам, аптеку они взломали не специально. После распития спиртного на квартире решили прогуляться. Один из юношей после неприятного разговора с подругой в сердцах пнул ногой в стеклянную дверь аптеки. Та и сломалась. Затем разбили еще одно стекло. Залезли внутрь, мол, больше из любопытства. Хотя первым делом забрали из кассы всю наличность. Второй молодой человек, не найдя ничего более ценного, забрал два халата медицинских, которые находились также в аптечном пункте. На вопрос, для чего ему понадобилось два халата, он предположил, что в том случае, если их увидят сотрудники полиции, когда они будут выходить из аптечного пункта, они смогут притвориться фармацевтами. Ввиду того, что они не встретили сотрудников полиции, они просто выбросили эти медицинские халаты, а в дальнейшем на похищенные денежные средства стали распивать спиртное и посещать увеселительные заведения. Несмотря на то, что молодые люди попали под следствие, на этом они не остановились. Через две недели опять в нетрезвом состоянии вместе с 16-летним парнем решили прокатиться до Ухты. Первая попытка завести «Жигули-шестерку» путем взлома замка зажигания, а затем с толчка у троицы провалилась. А вот красную Ниву, запасные ключи от которой беспечный хозяин оставил в бардачке, Галышев и несовершеннолетний подельник угнали. Доехав до АЗС в селе Айкино, молодые люди решили заправить два литра бензина, но их спугнул внезапно приехавший экипаж полиции. Молодежь разбежалась в рассыпную, но их задержали и доставили в райотдел. Антону Галышеву, которого в 2018 году дважды приговаривали к исправительным работам, в этот раз усть-вымский суд назначил три года колонии строгого режима. Несовершеннолетнему подельнику дали два года условно. Оба собираются обжаловать приговор. Роману Арсеньеву, который ненадолго скрылся от правосудия, также грозит лишения свободы. Вы смотрели Крик, криминал комментарий. В студии был Иван Беречевский. Это и другие выпуски программы. Смотрите на нашем сайте yurgan.rf До встречи в эфире.